Итоги недели подведем сегодня вместе в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Итак, главная новость недели – частичная мобилизация в России. Президент объявил о ней в своем обращении 21 сентября. Жителям нашего края, как и всей страны, уже приходят повестки. Самый, пожалуй, основной вопрос волнующий людей – кого призовут в первую очередь, кто, собственно, и попадает под частичную мобилизацию. Сообщается, что призвать планируют порядка 300 тысяч резервистов. Генштаб назвал тех, кто необходим в первую очередь. Это стрелки, танкисты, артиллеристы и механики-водители, прошедшие срочную службу и имеющие наличие боевого опыта. Это рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие до 55, а также граждане, у которых есть офицерские звания и звания рядового или сержантского состава. Сейчас больше будет упор делаться на лиц, которые, скорее всего, совсем недавно прошли воинскую службу, в ближайшие 5-10 лет, которые демобилизовались. Вот это, скорее всего, их в основном коснется. Во-первых, будут определяться с военно-учетными специальностями, какие потребности у вооруженных сил есть конкретные специалисты, конкретные родовойск. А теперь о тех, кого частичная мобилизация не коснется. Сообщается, что это студенты вузов, забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности, признанные временно негодными по состоянию здоровья. Те, кто занят постоянным уходом за членом семьи или инвалидом первой группы, у кого на иждивении четверо и более детей в возрасте до 16 лет, а также граждане, чьи матери имеют четверых и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа, и лица, имеющие супругу, срок беременности которой составляет не менее 22 недель. Напомним, что накануне объявления президентом частичной мобилизации Госдума сразу в трех чтениях приняла поправки в уголовный кодекс, где было прописано, какое наказание получат лица, уклоняющиеся от мобилизации. Соответственно, если будет совершено преступление какое-либо, в том числе и воинские преступления, такой как отказ от мобилизации, то есть отказ от прохождения воинской службы, то, соответственно, будет применяться статья 63 с учетом вот этих вот новых изменений. Человек, который будет проживать по другому адресу, скрываться, здесь ситуация та же самая, что и с обычными призывниками. То есть здесь будет действовать точно так же уклонение от призыва в период мобилизации, доказания на это тоже увеличено. Зима близко, а между тем ряд муниципалитетов края пока не готовы к зимним холодам. На теплообъектах устраняют замечания, где-то продолжаются строительно-монтажные работы. Однако уже известно, что сразу два города останутся без паспортов готовности к отопительному сезону. Об этом накануне на заседании правительства рассказал министр строительства из ЖКХ региона Иван Гилев. Анна Рашагирова продолжит тему. Сразу четыре района края рискуют остаться без паспортов готовности к отопительному сезону. Об этом накануне говорили на очередном заседании правительства. Среди проблемных муниципалитетов оказались Заринский, Каменский, Тальменский и Хабарский районы. Там в ходе внеплановой проверки нашли нарушения на теплообъектах. Устранить замечания должны в течение двух месяцев. Паспорт готовности уже точно не получат два города. Так проблемная Яровская ТЭЦ зайдет в отопительный сезон в режиме ручного управления с рекордным запасом угля. Одновременно там продолжают формировать будущую систему теплоснабжения. Впервые, хочу подчеркнуть, за последние несколько лет на ТЭЦ сформирован с применением конкурсных процедур более чем полугодовой запас топлива, отвечающего всем параметрам работы станции. И текущий запас угля на станции на Яровом сегодня составляет 41,8 тысяч тонн. При нормативе, обратите внимание, в 6,2 тысячи тонн. Еще одним городом без паспорта готовности к отопительному сезону стал Олейск. Там есть замечания по объектам, которые принадлежат Министерству обороны России. Не готовы к зиме пока Змеиногорский, Табунский и Третьяковский районы, где продолжаются строительно-монтажные работы на теплообъектах. Обрастовым же в этом плане стал Мамонтовский район. Там паспорт готовности уже получили. Несмотря на то, что часть работы еще выполняется, и даже, может, где-то он не будет выполнен, как я уже сказал, это не препятствует началу отопительного периода. Где-то мы строим параллельно модульные котельные, где-то мы ставим дополнительные котла-агрегаты, где-то мы делаем тепловые сети параллельно. То есть сегодня можно запускаться везде, за исключением трех районов, которые сказал, которые должны быть готовы к запуску в течение на следующих семи дней. В Варнауле тем временем отопительный сезон стартовал. Особое внимание уделяется социальным объектам – больницам, школам и детским садам. В дома тепло придет не сразу, заявляют специалисты. Систему отопления еще настраивают. Анара Шагирова, День с толком. На этой неделе был вынесен приговор учительницы, которая в Тольменском районе в ноябре прошлого года подвозила школьников до дома и допустила столкновение с поездом. О том, что женщина на своем авто забирала детей из школы, мамы и папы учеников узнали уже после страшного ДТП. Даже после оглашения приговора они не верят в раскаяние учительницы. Подробности в видеосюжете. От возбуждения дела о страшном ДТП на железнодорожном переезде до оглашения приговора прошло меньше года. Со слов родителей жертв аварии, поначалу на заседание пытались прийти чуть ли не полпоселка. Никого не пускали. Позже суд стал открытым. От всего сердца прошу вас прощения. Я и перед вами виновата. Я совершила ошибку, за которую мне очень стыдно и больно. Нам все-таки раскаялось все. Нет. У нас просто были моменты, когда она сидела и улыбалась. 29 ноября 2021 года Анна Диринг решила подвезти своих учеников до дома в соседний поселок. Последний урок у детей отменился. До автобуса час. Чтобы не ждать, зачитывает дело судья, Анна посадила четверых школьников в личное авто. Нет, мы даже не знали, что у нее есть машина. Когда при ней были, сказали, что у нее 30 нарушений правил дорожного движения. Далее судья зачитывает показания выжившего ребенка. Анна Диринг вела себя раздражительно. Мне показалось, она куда-то торопилась. Добыть исследование от школы до села Ноймова. Анна Диринг взяла в левую руку мобильный телефон, чехли красного цвета, стала разговаривать, приложив левой рукой телефон к левому уху. При этом Диринг громко слушала музыку. Это и есть тот самый переезд. Он относится к четвертой категории интенсивности движения, самым низким потоком. Это значит, нет причин для установки шлагбаума и устройства заграждения переезда. Светофор горел красным, звучал звуковой сигнал. Это подтвердят все свидетели. Скорее всего, просто было отвлечение ее. Потому что нельзя не услышать этот звонок, нельзя не увидеть. Как посмотрите, очень прекрасно видно, как светофор работает. Вот он созвенел. Три минуты до прибытия поезда. Три минуты. Забуксовало или слетело, или сломалось. Можно элементарно выйти за это время и вывезти ребятишек. После непроложительной остановки Диринг начала движение, нажав на педаль газа. При этом она не поворачивала голову на левый метр, а продолжала разговаривать по телефону. Машинист снегоочистительного поезда, увидев машину за 5-6 метров, нажал стоп-кран, но столкновение невозможно было избежать. Тем не менее, я суд прошу о снисхождении, потому что моя мама инвалид первой группы и нуждается в уходе. Также у меня есть два сына, студенты, находящиеся в межделении. Я думала до последнего, что там машина в машину, потому что там машин ездит очень мало. Я никак не подумала, что когда я уже села к соседу, он говорит, а я это видел. Говорит, Оксана. Я туда приехал, она еще горячая была. Все лицо в крови, она горячая. Такое ощущение, что она сейчас пошевелится. Полные глазки ужаса. Трое детей от полученных травм скончались на месте. У выжившего мальчика после ДТП головные боли и упало зрение. Родители признали, что поначалу боялись, что учительницы дадут срок в колонии-поселении и не ожидали, что удовлетворят выплаты. По решению суда Анна должна выплатить пострадавшим семьям 16,5 миллионов рублей. Ближайшие 5 лет и 6 месяцев она проведет в колонии общего режима. По словам ее адвоката, обжаловать приговор Анна не будет. Обжаловать не будет. Снизу мне больше не дадут. Здесь просто по статье больше не получится. Если погибают дети в таких случаях, то это должно быть отягчающим обстоятельством. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком. Продолжим. Горожане сообщают о том, что в общественном транспорте с началом учебного года стало тесно. И автобусы теперь приходится ждать дольше. Власти прогнозировали такую ситуацию в связи с ремонтом путепровода на новом рынке. Что планируют предпринять, чтобы снизить возникшую напряженность в нашем видеосюжете. Эти кадры мы снимали в понедельник. Но горожане говорят, так ездят почти в ежедневном режиме. Тяжело. Утром всегда народу очень много. Автобусы переполненные. Ну, так, в принципе, уехать можно. Более-менее уступают. Но зайти я просто стояла, 40 минут ждала, пропустила 10 автобусов, потому что зайти нереально. Чтобы тебе даже место вступили. А мне пофиг. Я редко езжу. Проблемы есть, признают в городском комитете по дорожному хозяйству. Ее решением уже занимаются. Планируют перераспределить маршруты и скорректировать расписание, так, чтобы уехать смогли все желающие. Вечерний час пик стараемся не в то расписание плановое, которое есть, а его сокращать. То есть интервал делать между автобусами меньше 5 минут, 3 минуты. Я сам периодически езжу. Я прям видел, что на том же площади текстильщиков на Калинино в 53-м ехал. Он туда подъехал, он реально был полный. Но следом буквально через минуту уже в зоне видимости подошел следующий автобус. Кондуктор спокойно объяснил. Идет следующий автобус. Уважаемые пассажиры, вы спокойно войдете в следующий автобус. Помочь снять напряженность с нехваткой автобусов должен и транспорт, который все лето возил на дачи садоводов. Совсем скоро эти маршруты закроют и автобусы направят на нужды городского транспорта. Где-то до 15 октября, в зависимости от погодных условий, у нас уже большие автобусы и водители будут высвобождаться. На каждом предприятии, как раз где такие маршруты перегружены, мы будем добавлять. То есть к этому мы тоже сейчас готовы. По словам Валерия Ведяшкина, пассажиропоток по статистике не увеличился. Но так как троллейбусом и трамваем из-за ремонта моста пришлось изменить привычные маршруты, гораздо большая нагрузка легла на автобусный парк. Власти мониторят ситуацию и надеются, что с учетом корректировки она изменится в лучшую сторону. А горожанам советуют с пониманием относиться к ситуации на дорогах и заранее планировать свои маршруты. Через несколько лет краевая столица отметит юбилей трехсотлетия. Многие жители и специалисты хотели бы к этому времени увидеть в Барнауле отреставрированный старый город. О реставрации исторических улиц и зданий говорят уже не первый год. Однако кроме, пожалуй, Арбата, каких-то новых объектов по сути не появилось. Но и к этой пешеходной улице у специалистов есть вопросы. Почему возрождать историю нелегко с точки зрения местных, а также экспертов из соседних регионов, где подобные исторические кварталы давно существуют, и почему в Барнауле эти процессы идут не совсем логично? Анастасия Дороган пыталась разобраться в специальном репортаже. Почти 300 лет истории бесследно не проходят. Как в археологии, культурные слои краевой столицы сосредоточены в центре города. По данным сайта «Архитектурное наследие Барнаула» самые старинные сохранившиеся здесь сооружения 18 и 19 веков. Их больше двух десятков. Рядом располагаются те, что чуть помоложе, начало 20 века. Даже с растущими внутри деревьями они привлекают внимание барнаульцев, ожидающих возрождения истории. Как правило, это по силам бизнесу. Но нужно ли это им? Далеко не всегда. Ветхость, отсутствие парковок, многомиллионность лота – самой значимой причины. Само здание предлагается к выкупу по символической цене. Но земельный участок, на котором оно расположено, он предлагается по коммерческой стоимости, по кадастровой стоимости. Стоило бы отказаться от выкупа земельного участка за большие деньги, можно было бы этот земельный участок передавать в аренду, наряду со зданием. А бизнес уже решит потом, выкупать его или не выкупать. Евгений Лишин, который возрождает торговый дом Сухов, скорее исключение. Он в свое время так заинтересовался объектом, что быстро его купил. Спустя год здесь только завершили восстановление кирпичной кладки в одном из корпусов. Каждый кирпич обрабатывали вручную. Здание попадает под охрану объекта культурного наследия. Те ограничения, которые наложены, они совпадают с моим желанием сделать. Мне нравится очень исторический вид этого красного кирпича. Требования, которые обязывают к кропотливой работе, тоже могут оттолкнуть потенциальных инвесторов. Проект охраны разработан на всю историческую часть города. Где-то речь идет обо всем фасаде, где-то о части, где-то об одной стене. Это вот, например, как это здание, да? Тут кирпичная кладка сохранилась, да, и белые декоративные детали. Вот на этом фасаде кирпичная кладка не сохранилась. Ее просто в определенный момент времени ее просто заштукатурили и покрасили. Это очень интересная история тем, что, скажем, вот эта часть, она вообще была пристроена в 80-е годы. Но все в целом сейчас человек даже не может различить. Якорь исторической части города – сереброплавильный завод. Но при таком раскладе и при таком подходе он может никогда и не преобразиться. Мне кажется, даже сам Ракшин не знает, сколько будет стоить полная реставрация этого здания. Но я боюсь, что там на миллиарды будет. А нужно же еще какую-то современную функцию дать. Нужно же еще в порядок территорию привезти. А все потому, объясняют специалисты, что на таких объектах действует качественно другой подход. Саму экономику называют экономикой впечатлений. Да, получение прибыли здесь заложено. Но начинается она не с денег. Люди с деньгами, которые появляются, им это не всегда интересно. Когда им начинают объяснять, как устроена творческая экономика в соответствии с обычной, они не понимают, откуда там деньги. Потому что для них это вроде как воздух, который подают. Это каворкинги, дизайн, какие-то студии архитектурные. Ну и не только. Здесь и сувенирная продукция. То есть это все то, что связано, наверное, больше с творчеством. И с тем, что будет очень хорошо востребовано туристами, ну и любителями исторической части города. Александр Деринг – один из авторов разработки концепции купеческого квартала. Это три улицы. Молотобольска, Льва Толстого, Ползунова. От Социалистического до проспекта Ленина. По сути, именно здесь сосредоточена большая часть исторических зданий. Деринг считает, что в этой части города должна появиться своя предпринимательская экосистема, прокреативную экономику. В ней, кстати, задействуют не только прилавки и стены. В расчет идут здания, улочки, переулки, проходы во дворах, сами дворы. Например, торгового дома сухов. История про квартал – это история про работу всей площадки. Задействовать собираются всю территорию. Внутренний дворик отлично подойдет для кафе, выступлений, арт-пространства, в конце концов. Это не производство строительных материалов или продажа отделочных материалов. Это тоже, конечно, сервис, это тоже какая-то продажа. Но это совершенно другая экономика, основанная на цифровизации, во-первых, определенной степени. Это услуги творчества. А теперь давайте посмотрим, чем наполнены наши исторические улицы. Куда, по заверению властей, люди должны приезжать отдыхать, а туристы знакомятся с городом. Молотобольская, Арбат. Здесь есть торговые дома, но продают в них одежду и шубы. Да, сейчас здесь достаточно общепита, рестораны, кафе. Но чуть дальше людям вновь предлагают купить одежду, обувь, армейскую продукцию. На Льва Толстого поразнообразнее. Велосипеды и лыжи, миробоев, ковров и шторы, юридический центр, электрика, фотоцентр, кондитерка. Так зачем сюда идти горожанам? Сначала появляются те, которые мы называем социокультурными проектировщиками, а не те, кто формирует бизнес-планы. Которые придумывают, собственно говоря, контент интересный про место и то, что привлечет к этому месту. Вторым тактом формируется вот эта содержательная инфраструктура, которая может заработать деньги. Только третьим тактом там можно уже бизнес-план писать. И начинать нужно, по словам Лисицкого, с поиска местных культурно-символических ресурсов. Если они зайдут аудитории, квартал автоматически наполнится людьми и предпринимателями, готовыми вложиться в место. Потоки людей – это возможность организовать хорошую плотность на этой территории. Множество функций. Потому что люди просто так не зайдут. Вот заходят потоки людей – это следствие. Они не должны заходить. То есть вы должны создать что-то, куда пойдут люди. И это должно быть повседневной моделью их поведения. Это не должен быть музей истории города. В музей люди ходят раз в полгода. Иркутские кварталы – это специально созданная в городе зона исторической застройки, которую бизнес заполнил в считанные месяцы и увеличил прибыль в разрезе года. На это повлияли и правильное проектирование, и правильное наполнение, и позиционирование. Так, например, можно разложить представление сереброплавильного завода. Какие современные смыслы он генерирует? Там просто сидят некие креативные люди, которые про все. Или это, например, проект, куда вы привлекаете людей, работающие, например, с локальными брендами Алтайского края, и аккумулируете там их. Или, например, это проект про, собственно говоря, новые технологии, которыми были, собственно говоря, эти заводы в конце 18-го, начале 19-го века. Но пока такого большого объекта у нас нет. А в существующих специалисты видят массу глупых недочетов, когда бизнес мыслит понятиями «кому надо, придет». Туристический квартал спиной к покупателю. Так, барнольский маркетолог Светлана Решетникова отзывается о важной детали, о которой думаешь не в первую очередь – витрины. По ее словам, на улицах со старинными зданиями все еще много окон с решетками, окон с ДСП по ту сторону, окон с непонятными объявлениями. Они не приглашают зайти внутрь. Нюанс, но очень определяющий. Однако пока создается ощущение, что улочки для гостей преобразили, а наполнение оставили на волю предпринимателей, которые стремятся зарабатывать деньги через материальный продукт, не учитывая, что работа с историей более тонкая. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, Алексей Фризин. День с толком. Еще одна важная новость недели. Центробанк снизил ключевую ставку с 8 до 7,5%. Как известно, ключевая ставка – один из инструментов, который позволяет Центробанку влиять на экономику страны, найти баланс между всеми участниками рынка. Естественно, все эти движения не могут не отражаться на кредитах и ипотеках. Мы пообщались с представителем агентства недвижимости, чтобы разъяснить, стоит ли сейчас бежать за новой квартирой. Но мы уже видим, что второй раз Центробанк снижает ставку, а банки по ипотечным кредитам никакой реакции на это не дают. Но на самом деле, я думаю, что в ближайшее время ничего и не изменится, потому что ипотечные ставки сейчас находятся в рынке, так можно сказать, то есть они приемлемые. Снижать их нет какой-то острой необходимости. Я думаю, что таким образом сейчас рынок регулируется, и дополнительное снижение может привести к росту цен и какому-то ажиотажу, который сейчас рынку не нужен. Пока действуют такие условия, допустим, по ставкам на господдержку, на новостройки, те же самые ставки на вторичное жилье, то есть они в рынке, они не завышенные. То есть мы вернулись к нормальным показателям. Поэтому этим нужно пользоваться сейчас, потому что так бывает, что иногда ты прождешь, либо цена повысится на квартиру, либо программы какие-то выгодные закроются. Мы всегда рекомендуем клиентам, если у них есть потребность решать вопрос, его решать сейчас и не откладывать. Бумер Покерфейс решала. Эти еще 148 слов теперь, фигурально выражаясь, официально получили российский паспорт. Орфографические слова из Института русского языка имени Виноградова пополнился очередной сотней определений, которые и до этого существовали в нашей действительности. Как обрусение новой порции англицизмов воспринимают филологи, и стоит ли паниковать борцам за чистоту языка, смотрите далее. Гуглить антиваксеров, видеоблогер, выпускающий фейки – теперь это уже не набор слов, официально признанные русским языком определения. Сентябрь принес очередную порцию пополнения в орфографический словарь Виноградова. Решала бумер, джетлаг – теперь наша действительность. В Педуниверситете это объясняют так. Слово получило российский паспорт. По словам специалиста, процесс включения в словарь имеет практичную функцию, чтобы люди могли проверить правильность его написания. В последние годы словарь пополняется в большинстве своем англицизмами, но трагедии в этом филологи и те, кто борется за сохранение русского языка, не видят. К тому же обилие английских слов с нами уже лет 70. Этот период начался после войны, когда американские и английские политики встретились и договорились о том, что надо английский язык, чтобы доминировал. До тех пор в Европе это был немецкий язык, а французский язык дипломатии был очень развит. Еще раньше, если посмотреть, то это был бы испанский язык. И иноагентами новичков языка не назвать. Эта система саморегулируется, объясняют специалисты, и вбирает то, что нужно ее носителям. Измерителем того, что слово обрусело, является то, что от него производные слова. Ну, кофе. Ясно, что это слово заимствованное, но есть и кофейный, и кофейник. Когда человек заменяет всю свою речь такими словами, вот этого, конечно, не хотелось бы. Но мне кажется, что всегда разумное сочетание нового и традиционного, вот в этом и есть наша мудрость. А еще специалисты добавляют, что бояться ввода новых слов не нужно. Другое дело, когда новички влияют на структуру языка. Но с русским этого не происходит. Добавленные приставки, суффиксы, переход из одной части речи в другую, например, облайканные, океюшки, делают заимствования даже привычными российскому слуху. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком. Новые стандарты преподавания по шести школьным предметам должны разработать до конца этого года. А работать по ним планируют в следующем. Примечательно, что ожидаемые образовательные стандарты станут уже третьим поколением за последнее время. В чем их принципиальное отличие от прежних? И как к ним отнеслось местное педагогическое сообщество? Поделилась своим мнением председатель комитета по социальной политике Барнаульской городской думы Марина Панкрашова. Здесь мы говорим о уже конкретике в преподавании шести предметов. Как мы знаем, закон образования определял образовательные программы, но определял их как примерные. Отсюда мы видим большое количество учебников, большое количество авторов. Мы, кстати, тоже эту проблему не раз поднимали. То сейчас Государственная дума приняла поправки. По шести предметам появляются конкретные стандарты. Потому что стандарты – это все-таки такая вещь вполне конкретная. Это русский язык, литература, география, история, общество, знания и, как мы привыкли говорить, ОБЖ. Соответственно, вслед за этим мы получим и работу по созданию линейки учебников. Может быть, это будет одна линейка, может быть, две линейки. Но, по крайней мере, не такое огромное количество, к которому мы сейчас привыкли. До января 2023 года будет проходить работа по конкретизации, потому что заявить – это одно, да. А здесь необходимо все очень хорошо проработать. В совокупе, наверное, с сообществом. Вот могу, как историк, сказать. Ну, элементарные даже вещи. Тема Великой Отечественной войны, да, когда мы видим в программе «Шесть часов», возникает вопрос у учителей, у тех, кто преподает эту тему. Ну, а как можно этот пласт ребенку рассказать за «Шесть часов», какой результат мы потом хотим. Понятно, есть семейное воспитание, но все-таки образование, есть образование в школе. И это только маленький пример. Обучение по новым образовательным программам начнется со следующего учебного года. По крайней мере, так планируется. Но я думаю, что у нас очень грамотные профессионалы. И думаю, все будет сделано до января. И есть еще возможность, ну, может быть, обкатать как-то до нового учебного года, посмотреть где-то какие-то нюансы. В образовательных программах сейчас очень много лишнего. Об этом говорят дети, об этом говорят родители, об этом говорят сами педагоги. Поэтому вот это лишнее нужно убрать, но сделать так, что надо идти к какой-то общей цели, по любому предмету. Нельзя распыляться. Я, как сама учитель гуманитарной дисциплины, могу сказать, что именно сложнее всего с гуманитарными предметами, потому что ту же самую историю всегда можно трактовать как угодно. Да, есть даже нелицеприятное название в определенных кругах у этого предмета, но всегда очень обидно бывает, потому что настоящий, наверное, историк опирается на исторические документы, которые есть, и вещественные, и документальные. И уже исходя из этого, конечно, анализировать можно по-разному. Но есть историческая наука, есть вообще алгоритм, как это делать. Поэтому если это настоящий историк, если я про историю говорю, то будет сделано все правильно. Если это человек, который занимается популизмом и почему-то потом начинает писать учебник, преподнося свою точку зрения как единственно верную, вот здесь я считаю, что это стратегически опасная вещь для образования, для государства в целом. Поэтому, конечно, очень хорошо, что такая работа сейчас ведется. Я думаю, что здесь особое количество часов, наверное, не поменяется. Скорее поменяется содержание, которое будет к этому каким-то образом, ну, наверное, адаптировано более правильно, чтобы не терять эти драгоценные часы на то, на что, может быть, и не нужно. Это уже не первые стандарты, и современную школу как раз немало критиковали за то, что эти стандарты постоянно меняются, дорабатываются. Не получится ли так, что спустя совсем непродолжительное время их снова потребуется дорабатывать? Это живой документ, он, конечно, может дорабатываться, но хотелось бы, конечно, чтобы в целом, в целом, школе дали поработать, дали поработать, дали внедрить то, что уже сейчас есть, и чтобы, ну, немножко не так часто вводились нововведения. Это что касается вот второй части вопроса, да, чтобы немного учителя выдохнули в этом плане. А вот касаемо стандарта и программ, здесь, конечно, все на ура принимают. Жители Алтайского края уже начали бронировать отели в Горном Алтае и в Белокурихе для встречи Нового года. Причем, как отмечают туроператоры, первые туристы начинают бронировать номера уже в июне. Подробнее о том, куда можно полететь уже сейчас, а также где жители региона отдыхали этим летом, смотрите в сюжете. Кто не успел, тот кэшбэк не получил. С 25 августа по 10 сентября жители региона могли получить кэшбэк за отдых 20%, но не более 20 тысяч рублей. А сама поездка должна состояться с 1 октября по 25 декабря. По словам туроператоров, уже в первые дни акции многие жители края воспользовались такой возможностью, планируя осенние каникулы с детьми. Теперь планировать свой отдых могут и те, кто не готов мириться с осенними холодами. Сегодня для нас доступны многие пляжные курорты с вылетом из Новосибирска. Летает прямой рейс в Египет на курорт Хургата. Также два раза в неделю летает рейс в Арабские Эмираты. И с конца октября заявлена программа «В Таиланд – любимая страна нашими туристами». Будет выполняться рейс на остров Пхукет через Казахстан. Мы очень надеемся, что эта программа состоится. Оставили нам Турцию с вылетом из Новосибирска на курорт Анталии до весны. Из Москвы можно улететь на Мальдивы и Кубу. А что касается Турции, страна заставила понервничать российских туристов. Сегодня в Турции сокращается количество торговых точек и банкоматов, принимающих карты МИР. Однако в барнаульских турагентствах заверяют, что сейчас 70% турецких отелей принимают карту МИР. Если говорить про внутренний туризм, то здесь наш регион, в частности Белокуриха, по словам туроператоров, уже ничем не уступает Сочи. Начиная с апреля там полная загрузка. А сами жители Алтайского края предпочитают пакетные туры в Москву, Санкт-Петербург, Белокуриху, Горный Алтай и не только. Это Хакасия, это Новосибирская область, то есть многие, также очень Кемеровская область, которая не только горнолыжный центр, но и экскурсионный туризм. Туда тоже люди активно ехали. Ну и, соответственно, другие города, которые все больше тоже привлекают внимание. В этом году это вот, например, Дагестан. То есть это направление, наверное, никогда не пользовалось таким интересом и спросом, как в этом году, потому что его очень активно рекламировали, активно раскрывали, какие возможности могут быть в этом регионе. Кстати, жители Алтайского края уже начали планировать новогодние каникулы. Причем есть люди, которые обращаются в агентство за полгода, еще в июне. Среди любимых новогодних направлений – горнолыжный отдых на Телецком, Манжироке, Белокурихе и Шерегеше. В среднем за три дня отдыхающим придется отдать 20-30 тысяч за человека. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Лебеди с нового рынка никуда не пропали. Сейчас волонтеры начищают перышки железным птицам и готовят их к переезду в новый дом в других точках Барнаула. В каких и в каком состоянии на данный момент значимые для горожан скульптуры – расскажем далее. Выжившие и переродившиеся – так любимые горожанами лебеди с моста на новом рынке, лишившись привычного места обитания, все это время ждали, когда им помогут обосноваться по новому адресу. Давно, да. Они требуют, требовалось, конечно, им некий вид привести. Мы на два слоя проходили. Сейчас вот маленечко еще смотрим, какие моменты пропустили. И вот на третий раз уже считаем. Первый лебедь на мосту появился в 2005 году. Так заслуженный тренер СССР по самбо Валерий Метелица увековечил память о трагически погибшем зяте Андрея, назвав птицу Андрюша. Спустя годы в Барнауле организовали конкурс «Лебеди на верность» и самодельных птиц стало больше. А труба с крылатыми превратилась в городской арт-объект. Поэтому с началом ремонтных работ барнаульцы не на шутку переживали, что будет с лебедями. Их приютили городские власти, но выстояли не все. Времени пощадило птицы с покрышек и пластиковых бутылок. Те, которые фигуры можно было восстановить, их сегодня мы насчитали порядка 12 штук. 13-й – это самый первый лебедь, установленный на известном мосту нам Андрюша. Соответственно, им занимается отдельно семья, первопроходцы, скажем так, основателя этого лебединого семейства. Белоснежные птицы почти готовы взлететь. Остается лишь обновить короны и клювы. Свежим слоем краски покроют и пару черных лебедей, которые на контрасте смотрятся наиболее гармонично. Скоро часть пернатых переедет в барнаульский зоопарк, а часть – украсит территорию школы искусства в Ласихе. По словам городских властей, в начале ремонта барнаульцы сами предлагали варианты для нового пристанища птиц. Людям была небезразлична их судьба. Я считаю, что это часть нашей современной истории, потому что Валерий Андреевич Метелица – известный человек. Естественно, когда он заложил эту традицию, она действительно для барнаульцев была подхвачена и переросла в какой-то такой некий ритуал. Я знаю истории, которые рассказывала его дочь, что даже молодожены некоторые приезжали. Ну, лебедь – это символ верности. На обновленный мост эти птицы не вернутся. Но, по словам Марины Панкрашовой, после ремонта на путепроводе могут остановить профессиональную скульптуру лебедя, где укажут в честь кого и кто здесь установил первую белую птицу, чтобы история города жила. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. День с толком. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин.